В эфире итоговый выпуск новостей. В студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. Главные события региона в материалах моих коллег. Подробности расскажем прямо сейчас. Во Владимирской области за последние сутки выявили 174 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии число заболевших уже превысило 49 тысяч человек. 136 пациентов за последние сутки выздоровели, 5 скончались. На сегодняшний день в медорганизациях области развернуто 1627 коек для пациентов с коронавирусом. 63,5% из них занято. Власти Владимирской области рекомендовали директорам школ проводить линейки 1 сентября на открытом воздухе и отдельно для каждого класса. Посторонним лицам участие в этих мероприятиях строго запрещено. Послабление могут сделать только для первоклассников и выпускников по решению школьной администрации. Сотрудники Роспотребнадзора просят родителей заранее подготовить детей к новому учебному году. Нельзя ребенка привезти утром, подняв рано, если тем более ребенок привык все лето спать подольше, и включить его в учебную деятельность. Мы хотим, чтобы максимально оградили родители детей от вот этой вот стрессовой ситуации для организма. Также мы хотим предупредить родителей, чтобы они научили своих детей элементарным санитарным требованиям в плане обработки рук. Это, как мы уже говорили, для профилактики кишечной и коронавирусной инфекции. 1 сентября во Владимирской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничение установлено региональным законом. После Дня Знаний специалисты Департамента предпринимательства сделают выгрузку из специальной программы, чтобы выявить возможные нарушения. Штрафы для магазинов составляют от 100 тысяч рублей. Запрет на продажу спиртного не распространяется на предприятия общественного питания, кафе, бары и рестораны. И к другим темам. Во Владимирской области разыскивают солдата-срочника, который самовольно покинул часть. Алексей Головин проходил службу в 28-й понтонном мостовой бригаде города Мурома. Он покинул часть в минувшую пятницу во время полевых учений. В наш регион Алексея Головина призвали из Тульской области. Уже пятый день о его местонахождении ничего не известно. За самовольное оставление части солдату грозит уголовная ответственность. Арест на срок до 6 месяцев или содержание в дисциплинарной воинской части до 1 года. Продолжаем выпуск. На участие в программе до газификации поступило больше 5 тысяч заявок от жителей региона. Она реализуется по поручению президента страны. Больше всего заявок поступило из Гусь-Хрустального, Александровского, Киржачского, Ковровского и Судогодского районов. Об этом сегодня сообщил директор департамента ЖКХ Елена Семенова. В рамках госпрограммы людям бесплатно подведут газ до границ земельных участков, но только в уже газифицированных населенных пунктах. Сейчас в регионе активно ведется прием заявок. Их можно оставлять на сайте единого оператора газификации или на портале единого центра предоставления услуг. Кроме того, обратиться за помощью можно в районные администрации, в офисы МФЦ, а также в филиалы и службы Газпрома. Нужно сегодня подать заявление в Газпром по определенной форме, приложить свидетельство госрегистрации. Основная проблема в том, что у людей нет правоустанавливающего документа на недвижимость. Это тоже проблема, которая, в принципе, решаема. То есть, если сегодня заявление такое не поступило, это не значит, что человек не будет включен в план графика, он будет не подключен. Во Владимирской области к газу подключено 720 населенных пунктов. Общий уровень газификации в регионе больше 80%. В плане еще 187 населенных пунктов и более полутора тысяч километров газовых сетей. Если газопровод в программе, значит, газ придет. Подключение будет бесплатно. Где газифицирован населенный пункт, значит, там бесплатно должны подключить в 2022 году всех, кто обратился с заявлением о бесплатной газификации. Жители поселка Новки Камешковского района, где сошел с рельсов грузовой состав, просят РЖД восстановить дорогу. Асфальт разбили большегрузы, которые устраняли последствия разлива мазута вдоль железной дороги. Теперь на этом участке не могут проехать ни частные автомобили, ни школьный автобус. Ситуацией разбирался Игорь Липский. У нас нет ни магазина, ни ателье, ни бани, ни кушерского пункта. У нас на нашей стороне поселка невозможно купить хлеба. У нас нет ни одного, даже ларька у нас нет. Железная дорога делит поселок напополам. На южной стороне, где живут 350 семей, инфраструктуры никакой. А добраться до другой части можно лишь на машине в объезд. А это 20 минут времени. Или пешком через железнодорожные пути. Чтобы перейти с одной части поселка Новки на другую, жителям приходится пересекать оживленную железную дорогу. Всего 40 метров, три пути. И на каждом жителе ждет смертельная опасность. Многодетная мама Марина Бекасова вместе с семьей переехала в Новки 4 года назад. Все это время ее маленький сын ходит в школу через железную дорогу. Женщина рассказывает, каждый раз, провожая ребенка, она молится, чтобы не случилась трагедия. Всегда ждешь, ждешь звонка, сидишь на телефоне. Не дай бог там на 10-15 минут он не позвонил, запоздал. Уже сразу не знаешь, что делать, куда деваться. Хоть беги и встречай его. Бросай маленьких детей. Четыре года назад на этом месте произошла трагедия. Поезд задел мальчика, который из-за наушников не услышал его приближения. После этого здесь установили накопительные карманы. Ну, хотелось бы лучшего, лучшего хотелось. Потому что даже вот мы уже здесь находимся сколько, наверное, полчаса. Также горит красный сигнал светофора. То есть, ну, получается, что ходить нельзя, все равно же люди ходят. Чтобы добраться до северной части поселка на машине, нужно сделать большой крюк, примерно 15 километров. Причем сама дорога разбита большегрузами. Тяжелая техника начала здесь регулярно курсировать после ЧП. В конце прошлого года на станции Новки произошло крушение грузового поезда. С рельсов сошли 35 цистерн. Из шести из них разлился мазут на площади в один гектар. Грунт отсюда большегрузы вывозили ежедневно. Вот асфальтную крошку, большегрузу, у нас всю разбили. Но нам в этом году ее немножко как бы, ну, подремонтировали. Но вот сзади меня дорога, то есть, ее просто, ну, одна сплошная яма. За помощью люди обратились на прямую линию к президенту. После этого на место выезжали представители Общероссийского народного фронта. Эксперты оценили ущерб и направили официальное обращение в адрес руководства РЖД. Мы просим РЖД восстановить данное дорожное полотно за счет средств компании. Участок не очень большой, 2,5 километра необходимо сделать. Часть уже сделана за счет местного бюджета, за счет регионального бюджета. Остается небольшая часть со стороны компании. В РЖД нам ответили, что дорогу они уже отремонтировали. И на сегодняшний день все работы завершены. Горьковская железная дорога совместно с администрацией района осуществила ремонт поврежденных участков автодороги. Администрация Камешковского района признает обязательства Горьковской железной дороги по ремонту автодороги исполненными в полном объеме. В администрации Камешковского района эту информацию подтвердили, но уточнили, что компания РЖД отвечала за ремонт дороги только на улице Кирова в городе Камешково. А отрезок, о котором говорят люди, тоже будут приводить в порядок, но уже за счет местной казны. До конца сентября этот участок дороги планируют покрыть щебенкой. Игорь Липский и Вячеслав Сноровкин. В Нижегородскую область отправили новую команду Владимирских спасателей. Там они заменят группу, которая с 20 августа тушила пожары в Мордовском заповеднике. Этим утром из Владимира отправились 44 человека и 4 единицы техники. Они будут доставлены в город Саров. Там не осталось открытых участков горения, но нужно проливать тлеющие очаги, валить деревья и следить за границами ближайших деревень и сел. Работа ведется в изматывающем, круглосуточном режиме. И к другим новостям. Производственная площадка, созданная на базе бывшего завода Точмаш, может получить официальный статус промышленного технопарка. Его возможности сегодня оценил первый вице-губернатор Александр Ремига. Подробности смотрите в нашем материале. В этом цехе изготавливают более 100 видов корпусной и мягкой мебели. Здесь работают более 400 человек. Илья Елисеенко говорит, производство современное. Старые понятия именно заводов у людей складываются. Именно у молодого поколения. Но совершенно все по-другому. Вы можете посмотреть, здесь современное оборудование, здесь компьютеры, здесь соцпрограммы хорошие. Это действительно хорошее место, куда стоит идти. А на этой площадке производят уличные и промышленные светодиодные светильники, а также комплектующие. Аналогов некоторым изделиям нет в России и в мире, говорят специалисты. Например, у этого прибора внутри светодиоды со специальными линзами с широким углом рассеивания. Это позволяет сохранить зрение человека. Такой свет не раздражает сетчатку глаз. Вот за этим будущее, да, я так понимаю? Да, да, да. Видите, да, разницу? Как на потолке. Это же такая же лампа, просто линзы разного стопа. Да, то есть он не выедает глаза, он дает равномерное освещение. Несколько месяцев назад группа компании ТКОЛ взяла в доверительное управление бывший завод Точумаш. На базе цехов открыли промышленный технопарк. Предприятие живет, дышит, развивается. Как вам площадка, с точки зрения ТКОЛа, взаимодействия? Все в порядке. Сегодня здесь работают 14 предприятий. Есть оборудованные площади и для новых резидентов. В будущем здесь планируют открыть порядка 6 тысяч новых рабочих мест. Бизнесмены намерены получить официальный статус промышленного технопарка. Это позволит получить финансовую помощь от государства. Мы планируем, во-первых, зарегистрировать промышленный технопарк. Для этого, после этого у нас откроется доступ к привлечению всех инвестиций, которые государство помогает промышленным территориям. А это строительство дороги. Это, в общем-то, все, что связано с инфраструктурой. Первый вице-губернатор Александр Ремига отметил, что администрация Владимирской области поможет группе компаний получить официальный статус. Регион заинтересован в привлечении инвестиций для развития производства. Без взаимодействия здесь реализовать этот процесс невозможно. Статус присваивается официально, подтверждается на уровне Министерства промышленности Российской Федерации. Конечно, мы тут работаем в бизнесе, в плотном тандеме. И понятно, что здесь конкретные дивиденды ожидают сам промышленный технопарк и те предприятия, которые в него входят. Промышленный технопарк специалисты считают одним из драйверов промышленного потенциала Владимирской области. В будущем здесь планируют полностью трансформировать территорию. Ирина Начерова, Лариса Янковская и Андрей Беляков. Во Владимирской области выявлена новая вспышка африканской чумы свиней. Это 11-й случай в регионе с начала года. Новый очаг заболевания обнаружили в деревне Петракова Муромского района. За три дня в одном из личных подсобных хозяйств селян погибло 11 голов скота. Указом губернатора территория в радиусе 8 километров от очага инфекции объявлена угрожаемой зоной по африканской чуме свиней. Сегодня во Владимирской области открылись детские сады для бабушек и дедушек. Социальные работники будут проводить занятия для пенсионеров в Коврове и в областном центре. Специалисты подготовили для участников нового проекта оздоровительные программы. Использовать будут уникальное оборудование, которое закупили в рамках нацпроекта «Демография». Подробности прямо сейчас. После инсульта даже завязать шнурки – задача непростая. Александр Николаевич с осложнениями опасной болезни столкнулся около 10 лет назад. С тех пор баянист, участник народного хора, с трудом управляет правой рукой. Здесь находятся блинчики с определенным весом. Добиться прогресса помогли занятия на реабилитационном комплексе. В нем более 20 программ. После курса можно восстановить подвижность не только кисти, но и пальцев рук. На этих тренажерах уже почувствовал, что есть изменения. Потому что дома не найдешь себе такой аппаратуры, чтобы тренировать руку. Ну и в принципе-то общение с людьми тоже как-то дает определенный импульс положительный. Ну мне нравится. Помогают здесь и тем, у кого есть проблемы с координацией. Для этого в центр в рамках нацпроекта «Демография» закупили стабилотренажер. Все оборудование уникальное, объясняет реабилитолог центра Анна Сачкова. Оно единственное в России, больше такого нет. И находится оно здесь у нас в отделении. Бесплатно пройти курс реабилитации могут пожилые люди с доходом ниже 14 тысяч рублей. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов. Со всеми участниками нового проекта обязательно работают психологи. Для любого человека, особенно в нашей жизни, нужна вот такая релаксация, общение с психологом. Это нам необходимо в нашу загруженную сейчас жизнь. Ну и меньше общения даже с родственниками сейчас бывает с этой пандемией. Для бабушек и дедушек повара готовят обед. После него в центре, как в настоящем детском саду, тихий час. Родственники пожилых людей могут не беспокоиться. Пенсионеры здесь окружены заботой и вниманием. Благодаря отделению дневного пребывания создается некая социальная передышка для родственников и лиц, осуществляющих уход. Родственники могут отдохнуть, могут заняться другими делами. И это способствует созданию положительного психологического климата. Записаться в детский сад для пожилых людей можно на официальном сайте Владимирского комплексного центра социального обслуживания. На портале опубликован список всех необходимых документов. Конечно же, такие граждане признаются нуждающимися в полустационарном социальном обслуживании. Оформляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг, заключается договор. И, соответственно, все это проводится через комиссию о признании нуждающихся в тех или иных услугах. При необходимости пенсионеров в сопровождении соцработников в детский сад будут доставлять на социальном такси. Машины выезжают даже в отдаленные микрорайоны областного центра. После занятий пожилых людей развозят по домам. Илья Лопушенко, Евгения Волкова и Андрей Беляков. Миллион за волевую победу в Токио. Спортсменку Веру Муратову и ее тренера Дмитрия Красильникова поздравили с бронзовой медалью на Паралимпиаде. Мои коллеги расскажут подробности. На соревнованиях в Токио сложнее всего было справиться с эмоциями, признается Вера Муратова. Спортсменка боялась подвести свою страну и тренеров. Из трех попыток удачной оказалась самая первая. Чтобы справиться с волнением, Вера сконцентрировалась. Я представляла, как я выхожу на помост, как я укладываюсь, как я принимаю штангу, по команде все выполняю. То есть это специально психологическая подготовка запомнить эти ощущения, чтобы именно на этих ощущениях уже выйти. Это победа – ответ приговору врачей. В детстве Вера сильно простудилась. Осложнения затронули костную и мышечную системы. В один день она не смогла встать с кровати. Помогли восстановиться занятия спортом. Пауэрлифтингом Вера Муратова занимается с 18 лет. С детства была очень бойкая. Я ее удерживала, но она не удерживалась. Но потом, когда выросла, мы ее отдали, чтобы поддержать здоровье. На стадион она сказала, если что, все равно ползком поеду и буду занимать места. Волевую талантливую спортсменку с бронзовой медалью поздравил в Рио вице-губернатора Григорий Вишневский. Я от имени губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина поздравить вас с успехом на Олимпиаде в Токио. Для нас это исключительно точно золотая медаль. Я даже справа, даже выглядит, как золотая медаль. Жду вариантов других. От администрации области и лично от главы региона спортсменка получила 1 миллион рублей. Денежную премию 750 тысяч вручили и тренеру Дмитрию Красильникову. Вера Муратова начала свой олимпийский путь еще в 2012 году в Лондоне. Тогда она заняла четвертое место. В Рио выступить не удалось. Спортсменка была в отличной форме, но участие не принимали, как и вся команда. И вот отлично, что получился шанс, хотя тоже нервы потрепали. Допуск получились команды по пауэрлифтингу из 14 человек. Всего лишь два человека в итоге приняли участие. К счастью, Вера в том числе. В копилке у спортсменки победы на областных, всероссийских и международных соревнованиях, включая Кубки мира. На счету девушки и мировой рекорд Вера Муратова подняла штангу весом 148 килограммов. Новые достижения ей шанс продемонстрировать уже в декабре на соревнованиях в Грузии. Чемпионат мира уже является обязательным условием отбора на Париж, на Парлимпиаду в Париже. А она уже через три года. Цикл сократился, год выпал. Париж уже через три года и в этом году чемпионат мира уже. Вера Муратова занимается не только спортом. В свободное тренировок время любит играть на гитаре, изучать иностранные языки. Самый любимый – испанский. Ксения Садова и Дмитрий Шаталов. На этом наш выпуск завершен. Еще больше информации на страницах в соцсетях и на нашем сайте. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Не забывайте, что коронавирус – это опасная болезнь. Лучше вовремя привиться, чем потом лечиться от ее тяжелых последствий. Берегите себя. Я с вами прощаюсь. После короткой рекламы наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин